Приветствую вас. Ольга, давайте разберем вас на вопрос. То, что вы описываете, связано с вашими чувствами, а с вашими такими тенденциями к идеализации человека, что в принципе не так уж не нормально, не так уж а нормально, но несколько деструктивно в плане того, что человек, которого вы, по отношению к которым вы испытываете влюбленность, этого человека не существует. В реальной жизни его не существует, то есть это человек другой. И в отношении, что за ошибкой, что вы будете вместе и так далее, несмотря на происходящее, это вот продолжение тенденции к стремлению именно к тому человеку, который не существует. Это реальный человек, это человек, который, ну, не совсем повзрослел еще, да, то есть 22 года, я так понял. К сожалению, для мужчины 22 года, ну, в современном мире это возраст, когда он еще не совсем, мягко говоря, взрослый. Вот, к сожалению, к сожалению, бывают исключения, но, как правило, это так. И серьезные отношения любого, кто дали его пугать, его пугать. А, с вашей стороны, есть два момента. Первый момент, это основание для идеализации, вот. Основание для идеализации, как правило, связано с некоторым избеганием, то есть человек избегает, человек идеализирует тогда, когда он избегает чего-то в реальном мире, когда он избегает себя, себе чего-то избегает. Такое, к сожалению, тоже, ну, тоже более чем реально в данном случае. Вот. И, с другой стороны, это ваша потребность в любви, ну, в доверии к какому-то открытости. Я не знаю, насколько это инвентировано, то есть, насколько это привязано к личности мужчины, в которого вы влюбились. Я полагаю, что в какой-то степени привязано. Вот. И все это, в принципе, нужно разбирать более подробно, более детально. Ну, вот, задавать вам вопросы и так далее. Потому что вы описали ситуацию, ну, вы описали ее весьма-весьма поверхностно. В плане того, что, ну, вот, были вы детьми, влюбились, проводили время. Вот. Потом, значит, как бы с стороны мужчины это было, ну, мальчик тогда, это было больше дружба, вас это обижало. То есть, как бы, уже тогда вас обижало то, что человек, которого вы любите, вам за ним не отвечает. То есть, уже тогда было требование, что, ну, что ты должен, ты должен отвечать мне, ну, взаимностью, по сути. Уже тогда было вас это требовать. И вот это, вот, над этим требованием нужно тоже поработать. В том смысле, что оно откуда-то появилось, это требование. Оно с чем-то связано, это требование. И, на мой взгляд, оно происходит из вашего опыта, вот. Может быть, негативного, может быть, некого-то, некого драматичного, но все же опыта. Опыта, вот, в то время, может быть, еще до этого времени. С точки зрения того, что сейчас происходит, я боюсь, что немного вещей в жизни сейчас, есть, которые, которые вас вдохновляют, радуют. И вы заменяете эти вещи, естественно, любовью к человеку. Причем, к человеку нереал, нереальный опыт тарифа. Это важно. И, помимо того, чтобы обращать, ну, помимо того, чтобы обратить ваше внимание на вот те вещи, о которых я говорю. Да? Вот. Вам нужно еще смотреть именно вот на контекст своей реализованности, на контекст своего вдохновения, своей, значит, самостоятельности, самостоятельности и прочее. Это все точно достаточно важно. Потому что, насколько вы себя ограничиваете, насколько вы себя зажимаете здесь, вот именно в этих вопросах, не замечая этого. И, ну, настолько, соответственно, вы оказываетесь зависимы, значит, от, ну, от человека. Настолько вы, ну, нуждаетесь. Вот. Все. Вот. Дальше. Вот тут мы идеальный человек, да, идеальных людей нет. Мы созданы друг за другу. Ну, это вот такая излишняя романтизация, я бы сказал. Вот. Она избыточная. Вот. И болеть не нужно, Ольга, вот, как бы, смотреть на то, что за этим стоит. Вот. Вот. Надо смотреть на те моменты, которые за этим стоят. Вот это вот, в принципе, более чем, более чем реально. Вот. Ну, вам, как бы, придется, вот, в какой-то степени работать в этом направлении. Ну, то есть, вам придется именно, вот, что, приложить усилия для того, чтобы это изменилось. Вот. Не отсекать часть своей личности от себя. Да, это было бы, ну, неправильно, это было бы кощунственно, как мне кажется, по отношению к вам. Вот. А именно, вот, раскрыть, раскрыть часть, вот, своей личности, значит, так, чтобы вы были более гармоничны, вы были более целостны. Вот. Ну, по крайней мере, так вот мне это кажется. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, вот. Надеюсь, на какую-то обратную связь, вот, чтобы вы, вот, подавали себе эти вопросы, да. Вот. Значит, на что направлено ваше влюбление, да, то есть, чего вы хотите в этой влюбленности. Вот просто. И стоит, стоит, какой вектор, вот, в том, что вы созданы друг для друга. Вот вы пишете, что он испугался. Ну да, он испугался, он испугался от брака. Ну, посмотрите, та ли вы женщина, которая примет мужчину, который боится вопросов, то есть, не будете ли вы, условно говоря, предавать себя, находясь с человеком, который боится, воорвает, отношений боится, ответственности боится. Вот. Вот. Это тоже очень важный момент. На этом всё. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Вот. Будем на связи. Обязательно, вот, сформулируйте какую-то обратную связь, даже если не захотите никому отправлять обратную связь. Важно для того, чтобы вы увидели, как бы, ну, некий потенциал, некую работу для себя, некий потенциал, некую работу, которую бы вы могли проделать. Спасибо. cado